Всем привет, друзья! Вы обращали внимание, что у меня на канале ни разу не было видео о замене масла в вариаторе. Все потому, что я в своем вариаторе масло ни разу не менял. Я ставил такой себе эксперимент. В общем, это видео из разряда «Никогда так не делайте». Я проехал на своем вариаторе 175 тысяч без замены масла. Что случилось с ним за это время? Давайте узнаем в этом ролике. Если вы зашли сюда посмотреть, как меняется масло в вариаторе Toyota, то переходите вот по вот этому тайм-коду и посмотрите, как я там менял масло. Если же вам интересно, почему я не менял масло в вариаторе, то смотрите далее. Что же такое вариатор? Это не автомат, но в то же время это не механическая коробка передач. То есть это CVT. В переводе на русский – бесконечно изменяемая передача. Грубо говоря, это бесступенчатая трансмиссия. Главным действующим механизмом ее является цепь. Ну, цепь, либо ремень ее еще называют. То есть это такой ремень, состоящий из звеньев. И передаточное число изменяется в зависимости от расхождения тарелочек. Механизм сформирован тремя основными элементами. Это две пары шкивов, один из которых является ведущей, а другой ведомым, и ремнем. Конструктивно шкивы – это конические диски, обращенные к друг другу вершинами. Конусы их не статичны, а перемещаются в направлении друг друга. За счет этого и происходит плавное изменение диаметра шкива и, следовательно, передаточного числа. Изменение диаметра происходит по команде электронного блока управления, следящего за работой мотора, ну и за скоростью. Впервые в жизни я ездил на вариаторе, это на скутере, когда мне было лет, наверное, 16. И тогда я не понимал, как происходит вообще изменение скорости. Просто ремень, просто шкив и все. Потом, когда я уже разобрал, когда я там давал газу, было понятно, как тарелки расходятся в зависимости от оборотов. И это было очень интересно. По плавности вариатор лучше, чем коробка автомат. То есть он не пинается, не чувствуешь каких-либо переключений скорости. Лучше, чем DSG. Ты просто даешь газ, она набирает обороты, и ты просто набираешь скорость. Очень плавно. Это мне больше всего нравится. Когда я покупал свою Toyota, это был 19-й год, мне говорили, ты что ты делаешь? Это же вариатор. Вариаторы не живут больше 100 тысяч. Значит, ребята из Toyota сказали, что вариаторы Toyota, это же Toyota. Божественная Toyota. Вариаторы Toyota живут и по 200, и по 300 тысяч. Но только нужно масло поменять почаще. С этого момента, да, я подумал, что нужно провести такой эксперимент. Насколько же живучи вариаторы Toyota? Я, честно сказать, думал, что буду менять масло после 100 тысяч. Но немного затянул этот эксперимент, потому что мне нужно было снимать его. И я поменял масло на 170. Кто из моих подписчиков ездит на вариаторе? Сколько вы проехали? И какие плюсы и минусы вы уже заметили на своем автомобиле с вариатором? Напишите в комментарии. Мне очень интересно. Если вам, конечно, интересно, то можно вообще целое видео записать. Как работают вариаторы, история происхождения вариаторов, ну и перспективы развития. Вообще, вариаторы надежные, ненадежные. Пишите в комментариях, интересно ли вам было подобный ролик посмотреть. Сначала мы будем делать частичную замену, а потом уже будем делать полную замену с заменой фильтра КПП. Ну и все вытекающее отсюда. В общем, сейчас все увидите. Погнали менять масло. Друзья, подписчики моего телеграм-канала всегда первыми узнают о том, что происходит вокруг канала АвтоДНК, магазина АвтоДНК, ну и нашего канала Накаченные Колеса. Ну и первые узнают о всех розыгрышах и призах. Я вот сейчас решил делать такую для вас небольшую акцию. Я буду разыгрывать постоянно, каждую неделю, какой-нибудь приз для вас. То есть у меня сейчас накопилось большое количество разных гаджетов, устройств. Это видеорегистраторы, различные джамп-стартеры. Все это буду разыгрывать один раз в неделю для вас. Все, что вам нужно, это быть подписанными на мой телеграм-канал. На телеграм-канал основной и телеграм-канал розыгрыша. Ссылки все будут внизу и условия все будут внизу. Просто подписывайтесь на телеграм, и вы уже участвуете в розыгрыше призов каждую неделю. Условия я оставлю в описании к этому ролику. Друзья, сейчас через наш интернет-магазин проходит огромное количество брендов. Многие из них новые, о которых еще мало кто знает. И один из тех брендов, который попал ко мне на тестирование, это бренд Mavica. Я даже снял на него обзор на канале Автоднк. Ссылку на него оставлю в описании. Данный бренд производит огромное количество различных деталей. То есть это расходники, детали даже тюнинга. И они сейчас активно продаются на Валберис и Озон. У них целый интернет-магазин, как вы любите, именно на маркетплейсах. И что я могу сейчас уже сказать по первому даже взгляду, что данный бренд очень сильно ориентируется на клиента и ориентируется на мелочи. Даже элементарно, вот в комплект колодок положили перчатки, смазку и вот эти антискриптные пластины. Обычно это все покупается отдельно, а здесь все лежит в комплекте. И таких мелочей огромное множество. Вы самостоятельно можете зайти, посмотреть обзор на данный бренд у меня на канале Автоднк. Ну и посмотреть всю продукцию, которая есть на Валберис и Озон. Ссылку на нее я оставлю в описании. Отличный бренд, который делает отличные расходники. Пробка находится, если кто не знает, вот здесь, значит колесо. Тут убираете защитный чехол и пробка у нас находится. Итак, откручиваем одну пробку и вторую. На крышке капелька красная. Очень интересно, посмотрим дальше. Сливаем масло в первый раз. А масло-то у нас прозрачное. Как ни странно, я думал, что масло будет совсем темное. Ну да, темненькое масло, но не черное прям. Не черное. Теперь откручиваем мерный колпачок. Он откручивается шестигранником на шесть. После того, как вы его выкручиваете, вылится еще некое количество масла. Тут еще она продолжает сливаться. Мы закручиваем пробку без мерного уровня. Ну, что я уже могу сказать, судя по моим рукам. Масло хоть и потемневшее, но оно еще имеет красноватый оттенок. Так она и в 50 тысяч тоже такое же потемневшее. Теперь наливаем точно такое же количество масла, которое слилось. Для этого я использую 5-литровую бутылку. И по уровню наливаю такое же количество нового масла. А здесь уже видна разница. Новое масло имеет все-таки красноватый оттенок, а старое коричневатый. И теперь заливаем. Трубка вставлена в заливное отверстие. Заливаем все эти 2,5 литра. После этого закручиваем пробку. И запускаем двигатель. Первый запуск после частичной замены масла. Двигатель запущен. Все хорошо работает. Не пинается, не дергает ничего. Теперь пускаем масло по всем каналам. Включаем заднюю передачу. Включаем драйв. Погоняли немножечко, буквально минут 10. И глушим. Теперь эту процедуру мы повторяем еще несколько раз. Опять откручиваем сливную пробку. Удобно. Вот черное опять масло сливается. Ну не прям такое черное, но темненькое. Масло, которое мы слили, тоже темное. Уже чище, но недостаточно. Теперь эту процедуру мы проделываем еще несколько раз. Заливаем, проработали и сливаем. И с каждым разом масло становится все чище и чище. На четвертый раз масло имеет уже красноватый оттенок. Вот второе, уже посветлее. Вот третье. И вот последнее. Вот, это у нас самое первое масло, которое мы слили. Мы видим здесь коричневатый оттенок, который прям сильно видно. Далее у нас уже ближе к красному пошло. Здесь у нас уже совсем краснее. Красное, а вот это вот новое масло. Такое оно должно быть эталонное. Параллельно, пока мы меняли масло в вариаторе, я поменял еще масло в двигателе, потому что у меня подошло время. В двигателе я масло меняю каждые 10 тысяч. Получается, что я поменял масло уже 17 раз. И после того, как мы последний раз залили масло в вариатор, поменяли масло в двигателе, я еду кататься тысячу километров для того, чтобы в вариаторе масло перемешалось и поработало немного. И потом будем делать полную замену. По истечении тысячи километров приезжаем обратно в гараж. Теперь приступаем к замене фильтра. Но прежде чем мы это сделаем, мы еще сделаем частичную замену. Я также солью и залью масло заново. Сейчас масло уже прям красное. Вот как тут в перчатках работать, а? Все перчатки пропитываются, пока все стекает. Так, ну что, течь перестала. Опять закрываем. Так, и заливаем следующий 2,5 или сколько там, 3 литра. Уже светлая, но все равно недостаточно. Вот она моя индикаторная бумажка. Слева это у нас новое масло, справа это то, что сейчас слилось. Ну и еще даже чуть-чуть темненькое. Значит, проведем еще одну замену. Теперь выкручиваем поддон. Выкручиваем все 20 болтов. Будьте осторожны, из поддона сливается еще где-то 1,5 литра масла. Ну и в районе фильтра тоже немного сливается. Так, ну что, сейчас будем изучать магниты. Опа. Так, ну и что мы видим? Картина, ну, сказать, удручающая. Посмотрите, сколько здесь стружки. Ее довольно-таки много. Сказать, что вариатору уже хана. Не знаю, вроде ездит. Но вот эта стружка, ну, прямо очень странная. Ай-яй-яй, жесть какая. Стружки, конечно, много. И она вся мелкая. Она больше похожа на пудру. Эта стружка, скорее всего, с каких-нибудь игольчатых подшипников, с каких-нибудь втулок. Из-за 170 тысяч ее немного накопилось на магнитах. Конечно, это не очень хорошо. Но, опять же, стружка присутствует при каждой замене масла в вариаторе. Либо в коробке автомат. Ставим такой же точно оригинальный. Бумажка теперь прилипает даже. Закручиваем обратно все болты коробки и закручиваем мерный пластиковый колпачок. С помощью него мы установим уровень в коробке. Пробку пока не закручиваем. Теперь заливаем масло, пока оно не польется из сливного отверстия. Как только полилось, ставим новые прокладки и закручиваем. И теперь нужно залить еще где-то пол-литра. Теперь мы запускаем двигатель, прогреваем вариатор до 40 градусов. Потом откручиваем сливную пробку. И все, что сольется, все это лишнее. Таким образом установится уровень масла в вариаторе. В итоге мой эксперимент прошел успешно. Все нормально с моим вариатором. Сейчас уже я поменял полностью масло и езжу. Коробка не пинается. То есть я разгоняюсь нормально. Все хорошо. И сейчас на данный момент я на 170 поменял. А следующая замена у меня будет на 320 тысячах. Шутка, конечно. А в следующий раз я уже буду делать опять частичную замену. Где-то через 40 или 50 тысяч. Через 50 тысяч просто сделал частичную замену. И еще через 50 тысяч я поменяю фильтр. Я надеюсь, мой эксперимент вас немного успокоит. Что если вдруг вы перекатали масло на вариаторе, то страшного ничего не произойдет. Просто потом, когда вы найдете время, вы произведете замену. И все у вас будет хорошо. Что касаемо стружки на магнитах. То, как мне уже сказали, что каждую замену масла в вариаторе всегда есть небольшое количество стружки. Как бы то ни было, она всегда присутствует. И в любом случае на 170 тысячах скопилось бы именно это количество стружки. Только вы каждый раз меняли бы, допустим, через каждые 30-40 тысяч. И, соответственно, за 4-5 замен у вас было бы это самое количество стружки на магнитах. Так что это в целом нормально. Итак, друзья, стоит ли менять масло самостоятельно в вариаторе? Если у вас есть возможность, то лучше это сделать не самостоятельно, а пускай вам сделает это кто-то. Сделать лучше аппаратную замену, это гораздо быстрее. Опять же, проконсультируйтесь с вашим мастером, что он скажет для того, чтобы не запороть, и для того, чтобы не поднять какую-то грязь, и не забить вообще всю систему, все эти каналы, как на автомате. Все, друзья, спасибо, что смотрели данный ролик. Не делайте подобных экспериментов. Для этого есть блогеры, которые сделают это за вас. Спасибо вам, друзья. Ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, ну и участвуйте в розыгрыше призов на наших телеграм-каналах. Все, друзья. Пока всем. Пока.